Антон, расскажите, пожалуйста, про ваш проект и что он привнесет в жизнь Петербурга. Проект посвящен восстановлению модной индустрии Санкт-Петербурга. Проект большой, масштабный, мы его разделили на три части. Первая часть – научно-экспериментальное производство «Держава моды» посвящено шести новым производственным участкам по созданию продукции компрессионного толка, назначения для рожениц, для людей с заболеваниями ног, создание ортопедической обуви, создание ортопедических стелек. И каждый из производственных участков у нас подразумевает по системе 5.0 создание роботизированных линеек, передача производства от робота к роботу. Скажите, пожалуйста, есть ли уже мировые аналоги проекта? Безусловно, есть. Мы сейчас контактим с теми производителями робототехники, которые уже создали роботизированные производства в Тайване, в Израиле, в Бразилии, в Италии. То есть у нас партнеры, которые будут поставлять робототехнику, они ориентированы на наш российский рынок. Сколько будет, какая стоимость проекта? Полная стоимость проекта – 17 миллиардов рублей. Но первый участок, который мы запускаем, стоимость 1,25 миллиардов рублей. То есть это сумма полностью проекта под ключ с приобретением земли, с индустриальной постройкой и со всей роботизированной и автоматизированной начинкой, которая необходима для проекта. А есть ли сейчас уже какие-то рабочие тестовые машины? И на каком этапе сейчас проект? Проект находится в стадии проектной документации. Мы готовим для наших инвестиционных партнеров именно ту информацию, которая показывает, как проект работает, как он доходит до точки кипения, как у него отрабатываются первые инвестиционные погашения. То есть пока мы в стадии документации. Что касается первого вашего вопроса, аналоги робототехники, она уже существует. Нам, японцы, компания Шимасейки поставила сюда один робот для наших перчаток. Мы готовы его продемонстрировать. Но интереснее будет, когда линейка будет уже как стендовая робототехники. Но это, скорее всего, будет уже в следующем ПМФ. Хорошо. Спасибо большое.